Молдавские врачи лечат ковид-пациентов вслепую. До сих пор не открылась лаборатория по секвенированию генома коронавируса. Оборудование получено, команда зарубежных экспертов для обучения медиков должна была приехать еще в сентябре. Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения, чтобы узнать, когда планируется открытие лаборатории, но ответы не получили. В этих условиях всех пациентов, каким штаммом бы они не заразились, лечат по одному протоколу, который давно не менялся. По мнению эксперта в области здравоохранения, Инги Пасечник – это одна из главных причин того, почему зараженные стали умирать чаще. За полтора года пандемии в вирусе произошло множество мутаций. Их в среднем две в месяц, но только несколько из них оказались высоко заразными. До сих пор в Молдове подтвердилось проникновение двух штаммов – британского и индийского, также известного как Дельта. Нужно использовать передовые системы наблюдения за распространением вируса и его идентификацией в реальном времени. Это делается во многих странах, именно в лабораториях по секвенированию генома. Сейчас пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию делают только ПЦР-тест. Лечат всех одинаковые уже давно, хотя клиническая картина уже не та, что год назад. Лилия Татарчук, реаниматолог районной больницы Унген, отмечает, что большинство пациентов с тяжелыми формами заболевания не вакцинированные. У пациентов, поступающих в реанимацию, стали намного быстрее появляться респираторные мозговые осложнения уже в первые дни болезни, и сохраняются они дольше. Срок пребывания в реанимации превышает 14 дней. Эксперты говорят, остановить бесконтрольную мутацию коронавируса и появление потенциально более заразных и летальных штаммов может только массовая вакцинация. Сейчас у нас есть эффективные вакцины, но если мы не предпримем совместных усилий, чтобы всем вакцинироваться, то может случиться так, что после ряда мутаций вируса вакцины перестанут помогать. Продолжение следует...